Призвание помогать. Бизнесмен из города Струнина Александровского района Мамут Максимович около шести лет бесплатно раздает местным жителям хлеб. В конце месяца по 150-200 человек приходят к его магазину в микрорайоне Дубки за талонами. По 10 штук каждому. Примерно раз в два дня они обменивают один талон на батон белого хлеба и пол буханки черного. Благом пользуются в основном пенсионеры, инвалиды, ветераны, люди нуждающиеся. Когда из других деревней приезжают, приезжают за хлебом сюда даже, они с трех часов ночи очередь занимают. Даже зимой при морозе я их умоляю, я говорю, люди не надо стоять в очередь, ради бога, мы вам всем отдадим. Только не приходите, не стойте в очередь, а то холодно. Над рабочим местом предпринимателя висит портрет деда, ветерана Великой Отечественной войны. Через всю жизнь бизнесмен пронес его главный совет. Каждый день делай доброе дело. Идея кормить пенсионеров появилась давно, и Мамут Максимович счастлив, что решился. Дедушка, он всю войну прошел, за освобождение Курска, Ростов-на-Дону, Воронежа. Он был очень рад, что помочь нашему народу. Столько медалей в городе, да, он его, он у меня герой. Вот я не имею, просто право пройти по его воспитанию. Я должен был бы сделать так, чтобы вспомнить его слова. Мысли о добрых делах Мамут Максимович закрепляет в умах троих детей и десяти внуков. И успешно. Когда предпринимателе написала местная газета, один из внуков, прочитав статью, признался деду «хочу, как ты». И эти слова бесценны. Мамут Максимович откровенен, некоторые не верят в его бескорыстность. Считают, что акцию придумал не он, и вообще бизнесмена заставляют раздавать хлеб бесплатно. Чтобы прекратить досужие сплетни, рассказать журналистам о друге решился Сергей Васильев. Дело в том, что стало обидно за человека, который живет так правильно в этой жизни, следует заветам своего деда, делать добро людям. И вдруг он... А у нас сейчас идет программа много меценатов, много людей года. А человек, который каждый день делает добро, как-то остается в стороне. С Мабудом Максимовичем он знаком более пяти лет, дружит с семьями. Сам Сергей Васильев пенсионер и ветеран труда. По себе знает, как тяжело приходится людям. Бесплатный хлеб помогает хоть немного сэкономить. Конечно, помогает. Пенсии, конечно, небольшие. Здравствуйте. Помогает. Помогает очень. Это рублей на 300. Больше вот месяца подсчитываем. Это хорошо. Спасибо. Муж-то у меня умер, он участник войны. А с внучатами, с сыном, с внуками, у меня их полно. О, ужас. Вот что остается, маленько накопишь, внучатами. Кроме хлеба в магазине жители получают сухари и пряники, иногда другие сладости. Продукты к чаю бизнесмен поставляет и на праздники в детский сад. Аналогичный магазин с бесплатным хлебом есть еще и в Москве, рассказывает Мамут Максимович. На вопрос о затратах принципиально не отвечает. Говорит, мы работаем и рады, что кому-то нужны. Екатерина Зинурова, Станислав Трегубов, Губерния, 33. Продолжение следует...